Добрый вечер всем, я надеюсь, что он действительно добрый и будет добрым, несмотря на всю ситуацию. И, конечно, то, что мы с вами разбирали и рассматривали в пророке Иеремиягу, я думаю, что в свете последних событий видится несколько иначе. И я не хочу делать здесь прямых параллелей, буквально урок по актуалии последних дней, но, тем не менее, каким-то моментом, который мы уже рассматривали, я бы хотел с вами вернуться и пойти дальше. Я напоминаю, что все свои слова, все свои уроки я посвящаю памяти и возвышению души Люба Бат Михаэль из семьи Гинсбург, который, скажу вам по секрету, мне очень не хватает для подсказки, помощи, как ориентироваться в занятиях и как рассматривать эту ситуацию. Смотрите, секунду, да. Алло, у меня, да. Да, да. А, они лоша мать, они лоша мать, они лоша мать, и... Я прошу прощения, мне позвонили, что у нас была тревога. Я не слышал, вот, ну, все уже как бы прошло, уже в прошлом. Итак, пророк Еремиягу, его слова во многом относятся и к нашей ситуации, и к произошедшему. Ну, я опять же говорю, что я бы не стал прямо непосредственно как бы одевать его слова на все произошедшее. Давайте я постараюсь поднять то, что я приготовил для вас, тексты, которые я приготовил для вас, и мы с вами начнем разбирать. Ну, мне представляется... Вот, я надеюсь, что хорошо видно. У меня довольно большое увеличение, я сделаю на весь экран. Вот, если не очень хорошо видно, то вы тогда пожалуетесь, скажите. Вот, и в пятой главе есть очень сильная, очень сильная посылка. Поразительное и ужасное совершается в стране. Пророки пророчествуют ложь, и должностные лица господствуют при посредстве их, а народ мой любит это. И можно представить себе, скажем, эту ситуацию, которая возникла в стране. Тот колоссальный провал, который произошел в армии на юге, и неизвестно, что еще будет на севере. Провал, который можно по-разному оценивать, но он совершенно не является случайным. Он является результатом, по крайней мере, 20 лет последних политики, когда высший эшелон армии, он больше озабочен, так сказать, морально-нравственными проблемами в мирное время, чем подготовкой к войне. Он озабочен тем, чтобы было равенство между мужчинами и женщинами в армии, и женщины внедряются, так сказать, внедряются, допускаются на службу и на кораблях, и в танковых частях, и на самолетах, и в отборных частях спидназа. Везде пытаются их протолкнуть, и дело не в этом, что это их место или не их место. Этим занята голова, и понятно, что на концептуальные вопросы обороны в этой голове не остается места. Нужно понимать, что как минимум уже 20 лет верхний эшелон армии проходит, я бы сказал, обработку в европейских университетах. Все получают, почти все получают стипендии, учатся, делают степени в таких университетах, как Кембридж, на гуманитарные темы, и понятно, что армия не ориентирована на военные действия, а значит, и не готова к ним. И концепция, скажем, рассмотрения земли Израиля как предмета торговли, то, что называется надлан, так сказать, земельные участки, дома, все это может покупаться, точнее продаваться, так сказать, за мир. Эта концепция возникла и, можно сказать, была создана Бегиным при отдаче Синаи, когда он сказал, ну, это в конце концов просто земля. Понимание того, что на эту землю нас привел Всевышний, и у нас есть обязанность, обязанность, заповедь Торы, как пишет об этом Рамбан Нахмонид в своих замечаниях на Рамбама, Маймонида, он пишет о том, что мы не имеем права оставлять эту землю в руках какого-либо народа, то есть власть должна быть нашей, государственность должна быть нашей, этого понимания нету в народе, а тем более нету в армии, земля рассматривается как предмет торга, и все концепции, как бы военные защиты, ее строятся на авиации. Вот мы с воздуха атакуем врага, и при помощи технологии мы защитимся, и мы видим, что эти все концепции защитимся от врага, который уже внутри нас. Вот мы его отсадим по камерам слежения, по электронному забору. Все эти концепции не сработали. Я не хочу говорить о других, может быть, причинах всего произошедшего. Но то, что нам очень важно здесь, а народ мой любит это. Что любит народ? Мы видим из этого предложения, он любит ложь. Он любит ложь, которая ему подается в средствах массовой информации. Он любит ложь, которая ему подается, и, так сказать, через дрошот, через посылки Торы, которые не имеют отношения к действительности, как то посылка, что нет обязанности жить в земле Израиля. Это удобно. Мы, я не исключаю себя из народа, я говорю, что как народ, мы не ищем, мы не ищем правды, мы не ищем ошибок. Мы смотрим в рот должностным лицам. Почему? Потому что нам так удобно. Мы это любим. В создавшейся ситуации народ любит это, я думаю, проявляется в том, что мы с вами сейчас не видим никаких требований провести расследование того, что произошло. И я думаю, что и в дальнейшем, если появятся даже такие голоса, они будут очень слабыми. Все всех устраивает. Все всех устраивает. Народ любит это. Мы любим помогать друг другу. Это очень хорошо. Мы любим. Упаси Бог, оплакивать умерших, приходить на Шива. Мы это все любим. У нас это все крутится в стране. Мы любим собирать средства на помощь солдатам, которые нуждаются иногда в самом элементарном оборудовании, оснащении. Непонятно почему при таком огромном бюджете армии, как 80 миллиардов. И мы все это любим. Нам не на кого спихнуть, не на кого свалить. Это те концепции, которые нас устраивают. Концепция, что мы собрались к этой земле после катастрофы для того, чтобы спастись от преследований. И никогда больше такого не повторится, то, что было с нами в Европе. Эта концепция нас устраивает. Мы не понимаем того, что без позитивной идеологии, без задач, которые ставятся перед народом, невозможно выжить. Невозможно выжить только на одном этом лозунге, никогда больше имея в виду, что вот мы создали убежище. У нас нету национальных задач, которые прежде всего должны базироваться на обладении всей землей Израиля. Наша национальная задача, как можно сказать по секрету, это создание государства с высокоморального царства священника в том плане, что все народы должны обратиться к нам и должны прийти для того, чтобы спросить у нас, что им делать, как им выйти из ситуации. Вот у нас есть божественный закон, вот у нас есть пророки или дух пророчества, у нас есть, что нам делать. Мы далеки от этого, мы не стремимся к этому, мы не хотим этого. И поэтому не раздается голосов критически настроенных, которые бы призывали поменять всю концепцию. Во-первых, взгляд на себя, на народ и на землю, на наши задачи. Во-вторых, на концепцию армии, концепцию обороны, защиты. Пересмотреть вопрос о том, кто может руководить армией. Может ли во главе армии стоять человек, как последний роматкаль, последний главнокомандующий, который сказал, что наш успех будет измеряться тем, сколько солдат, которые в запасе, откажутся прийти на сборы. Это его заявление. И кто-нибудь что-нибудь возражает? Нет, мы сидим тихо, значит, мы любим это, нас устраивает это. Это мое мнение, с ним можно спорить. Многие говорят, что не нужно поднимать сейчас эти вопросы, сейчас идет война, борьба. Я все понимаю. Я стараюсь, так же, как и все граждане Израиля, делать что-то и физически, и своими средствами, и поддерживать свою семью, часть из которой находится в армии, и на службе. Я все это делаю. Но мне кажется, что понимание – это очень важная вещь. И мы, скажем, невозможно дальше любить ту ситуацию, в которой мы оказались, а не любить ее. Это значит критика, это значит попытка понять, в чем наши ошибки, прежде всего, концептуальные ошибки. Мы должны быть на этой земле царством священников, это задача наша, высоко моральным обществом, высоко духовным обществом, на которое смотрит весь мир. Об этой теме можно говорить долго, можно говорить, откуда эта задача вытекает и так далее. Но я бы хотел, чтобы мы вот как-то эту фразу, а народ мой любит это, любит обман, любит ту ситуацию, в которой находится, не хочет ее пересматривать, нет никакого желания пересмотреть эту ситуацию, нет никакого желания сместить тех, кто отвечает за ситуацию. Мне кажется, здесь пророк, он очень-очень четко описал наше состояние. Пророки пророчествуют ложь, все средства массовой информации говорят то, что они говорят, должностные лица господствуют при последствии их, а народ мой любит это. И это в пятой главе. Я выписал некоторые моменты из того, что, может быть, мы уже с вами посмотрели, и мы пойдем дальше. «С кем говорить мне, кого предупреждать? И услышали бы они, ведь покрыты оболочкой уши их, и не могут они прислушаться, и, Слово Бога, для них позор, и не пожелают слушать его». Это ощущение Еремияу, да, с кем мне говорить, меня никто не хочет слушать, да. Я хочу им сказать о том, что происходит в стране, то, что требует исправления, то, что должно быть исправлено немедленно. Но мне не с кем говорить, да, и это его переживание, не с кем поговорить, да. Эти слова записаны сразу после того, как сказано, народ мой любит это. Всех устраивает создавшаяся ситуация, всех устраивают те должности, которые они занимают, всех устраивает, всех устраивает все, да. Вот, да, теперь о пророках сказано, раны народа моего врачуют, они с легкостью, говоря, мир, мир, а нет мира. Да, здесь мир, мир повторяется два раза, для того, чтобы подчеркнуть, что есть мир внешний, так сказать, спокойствие внешнее, а есть спокойствие внутреннее. На иврите, как мы с вами представляем себе, я напоминаю, что мир – это шалом, шалом, от слова шалем, цельность, да, вот, и мир – это цельность, нету внутренней цельности, нету естественной цельности снаружи, да. Мир, мир, у нас все в порядке, да, и внутри, да, и будет все в порядке снаружи, а мира нету, нету внутреннего мира, и уже не надо говорить о том, что нету внешнего мира, само собой понятно, что его нету, да. Стыдятся ли они того, что делали мерзости, и стыдятся, не стыдятся, и глаза не опускают, поэтому падут они среди павших, да, споткнутся они сами, сказал Бог. Безусловно, никого находит, не хочется никого указывать пальцем, да, но мы понимаем, что свойства, свойства стыда – это очень важное свойство. Царь Давид говорил о том, что тот, у кого нету трех качеств, Байшаним, Рахманим и Гоблейхасадим – стыдливые, милостивые, оказывающие в душе, сопереживающие и оказывающие милость как бы физически в действии, тот, у кого нету этих трех качеств, он не из потомков евреев. Бом из Эра Исраэль, не из потомков евреев. Царь Давид вообще так Галаху устанавливал, он смотрел на качество человека и определял из евреев он или нет. Но это сейчас неважно, важно того, что стыд – это одно из основных качеств души еврейского народа. Что значит стыд? Да, почему стыд? Да, потому что человек ощущает себя стоящим перед Богом, и он рад любым успехам, и ему стыдно за свои провалы и за свои неудачи, потому что у него ощущение, что он стоит перед Богом. Если у него нету этого ощущения, если он ощущает себя сам по себе в этом мире, то у него нету и стыда. Значит, стыд – это очень принципиальное свойство еврейской души, еврея, который постоянно ощущает себя стоящим перед Богом. И поэтому люди, которые совершили провалы, допустили ошибки, разрабатывали на протяжении долгого времени неверные концепции, они собираются заниматься этим и дальше, и у них стыда нету. Стыда самокритики, самооценки, стыда перед Всевышним за то, что они были неправы, за то, что у них не было трепета перед Всевышним во всех их делах и во всех тех неверных концепциях, которые они вырабатывали. Так сказал Бог, остановитесь на дорогах ваших и оглянитесь и расспросите по путях древних, какой путь лучший, и по нему ступайте, и найдете покой душе своей. Но они сказали, что не пойдем. Вот когда, после того, как он написал Еремиягу ситуацию в обществе, есть обращение Всевышнего. Он написал ситуацию в обществе, что нету желания исправить, есть желание все затереть и замазать, сказать, будет мир и мир и покой. Нету никакой критики и самокритики, нету стыда. Какое обращение Всевышнего? Всевышний говорит, остановитесь на дорогах ваших и оглядитесь. А нам нужно теперь понять, что это за призыв, что такое дорога. Есть дерев, есть нитив, есть торов. Что это за слова? Такие по-русски это может быть дорога, путь, тропина или не основная дорога. Вот так, может быть, можно перевести эти слова дорога от слова ледрох, ступать. Как ты ступаешь? Так же, шаг за шагом. Как ты идешь? То есть Всевышний прежде всего предлагает научиться ходить шаг за шагом. Это значит выбрать какие-то жизненные ориентиры, жизненные ориентиры принципиальные, от которых не отклоняться, и совершать каждый шаг, ориентируясь на то, что ты выбрал. Конечно, надо выбрать, конечно, надо подумать, как шагать, как идти. Для того, чтобы, скажем, не быть голословным, я выписал для вас, что говорится о дороге, о дороге в Перкей-Авод, во второй главе, в 10-й Мишне. Здесь, может быть, перевод такой, хороший с точки зрения русского языка, но отходящий от оригинала, это неважно, мы попробуем справиться. Он сказал им, речь идет о Раббане Хуанан Бензака, и после разрушения храма, говорится о том, что у него было пять учеников, и после разрушения храма идет поиск дороги, поиск пути, то есть, как, на что ориентироваться, как строить жизнь для того, чтобы выжить даже в отсутствии храма. Это, может быть, не та ситуация, которая применима к Еремиягу, но она позволяет нам понять еще раз, еще глубже, что такое дорога. Мы посмотрим, что такое дорога. Положительный фактор здесь переведен. Дерих, дорога здесь говорится в оригинале. Укрепиться в своем следовании и по правильному пути. Для нас основное то, что здесь присутствует слово дорога. Равел Езер сказал, он сказал доброжелательность. На еврейском языке это «Айн Това» – хороший взгляд на вещи. Я бы не сказал, что это доброжелательность, доброжелательность – это только часть этого. «Айн Това» – хороший глаз – это умение видеть все в хорошем свете, в положительном. Умение видеть, что все ведет к лучшему. Терпение. Умение видеть в человеке хорошую сторону, а не плохую. Надеется, что он исправит свои недостатки и то, что у него есть прекрасная основа. Это хороший глаз. Раби Элиезер Бен Гурканус считает, что это путь, дорога после разрушения храма. Что значит путь? Вот человек, он встал с утра. И он старается увидеть все в хорошем свете, прежде всего, не терять надежду на будущее, верить в то, что страна будет восстановлена, храм будет восстановлен, и стараться в положительном свете видеть все происходящее, хотя оно и очень-очень непростое, как мы можем представить себе после разрушения храма. Действительность очень простая. У Раби Элиезера Бен Гуркануса учился Раби Акива, который говорил, все, что не делает Бог, он все делает к лучшему. И он довел посылку Раби Элиезера до такой крайности, в хорошем смысле, довел до крайности. Он смотрел на разрушенный храм, и он видел храм восстановленный. Видел буквально до такой степени, скажем, он видел, что радовался, радовался представлению о том, что храм, о том, что храм будет построен. Он видел лис, бегающих на развалинах, и представлял себе, даже не представлял, а просто видел, вот так, как Раби Элиезер говорил о Эм Тува, хороший глаз, он так видел будущее. Раби Элиезер считает, что это то, что поможет выжить народу. Надежда на будущее и стремление видеть все в хорошем свете. Это дорога, это путь, по которому следует идти шаг за шагом. На каждом шагу, ступая, продвигаясь вперед, следует стараться видеть, стараться видеть, что все к лучшему. Раби Эшу вот сказал гораздо проще, да, он сказал, да, Хавер Тов, хороший товарищ, это тот жизненный ориентир, в котором, которого нужно придерживаться, да, жизнью в Растае, и всегда нужно иметь хорошего товарища, с которым можно и поговорить по душам, и делать общие дела, хорошие, и учиться вместе, это, это моя дорога, говорит Раби Эшу, Раби Эшу говорит, хороший сосед. Он говорит, что не только хороший товарищ нужен, который может быть живет в другом месте, нужен хороший сосед, и это очень-очень важно, отдаляться от плохих людей, и стараться жить среди людей хороших, положительных, что после разрушения храма было очень важно, Раби Шимон говорит, да, дальновидность, то есть, ароэ, это ну ладно, иврите, да, тот увидит то, что, то, что зарождается, это правильный путь, в отличие от Раби Элезера, он предлагает тщательно анализировать происходящее, да, и предвидеть, и предвидеть, предвидеть, то, что произойдет в ближайшем, в ближайшем будущем, это правильная дорога с точки зрения Раби Шимона, того самого Раби Шимона, да, Раби Шимона, скажем, не вдаваясь в подробности, Раби Элезер сказал, да, Раби Элезер, это Раби Элезер Бенарах, в отличие от Раби Элезера, упоминавшегося уже, это Раби Элезер Бенарах, он сказал так, да, добросердече, лев тоф, да, хорошее сердце, да, вот, хорошее сердце, это доброе желание, желание добра, желание сделать хорошо, не только видеть все в хорошем, положительном свете, как Раби Элезер, но и желать, и желать добра, или даже не то, что видеть в хорошем свете, а желать добра, желать, чтобы было хорошо, и направлять на это и свои мысли, и свои дела. Сказал Рабан Ихунан Бензакай, сказал Савара Абили Элезера, Бенараха, они включают все ваши, включают в себя все ваши слова, хорошие намерения, они обобщают все то, что вы сказали. Мишна сама по себе очень интересная, связи между поколением мудрецов, как, скажем, связь между Раби Элезером, Бен Вурканусом и Раби Акива очень интересная, но для нас самое главное понять, что имеется в виду под дорогой. И мы вот здесь с вами поняли, к чему призывает пророк. Он не говорит о том, что нужно сейчас все исправить, нужно сейчас сменить все руководство, нужно сменить сейчас всех корреспондентов радио и телевидения. Он не говорит об этом. Наверное, если сейчас произвести такую смену, то ничего не поможет. Это как поменять, как поменять все равно шило на мыло. Ничего не поможет. Придут такие же люди и будут продвигать те же концепции, когда и земля недорога, и морально-нравственные ценности, это те, которые, так сказать, разработаны христианством, а не те, которые вытекают из Торы и Атори, они не имеют никакого представления. Зачем менять? Зачем менять шило на мыло? Призыв пророка, призыв пророка каждому и каждому проанализировать то, как ты живешь каждый день. То, как ты живешь каждый день, найти выход из положения для себя и постараться научить этому окружающих. Не перестановки руководства, не замена главы правительства, а выбор пути. И, конечно, речь идет о том, чтобы этот призыв ни к одному человеку, ни к праведникам, это призыв ко всему народу. Это призыв ко всему народу. Как вы идете? Как выступаете день за днем? На что вы ориентируетесь? Вы ориентируетесь на будущее? Вы умеете увидеть, вы умеете надеяться на будущее, так как надеются раби Леезры, так как надеются раби Акиба. Вы умеете создать общество на основе любви, как предлагал раб Ягашуа, чтобы друг был самым главным, главной опорой. Вы умеете это сделать, попробуйте, подумайте над тем, как вы идете, как вы ступаете по жизни. Это призыв паророка. Здесь, конечно, печальные слова, которые мы уже подобные им увидели несколько раз, но они сказали, не пойдем. Они – это народ. И, конечно, никто не сказал словами, нет, мы не пойдем, но просто сама привычка вставать утром и думать о материальных делах, она настолько вошла в головы и в сердце, что ее невозможно поменять, невозможно даже представить, как вот это мы утром встанем и будем думать о чем-то духовном. Как вот мы утром встанем и будем думать о будущем. Вот как в будущем будет построен храм, как из него выйдет свет, как вернется пророчество. Айн Туба – хороший глаз. Или, как сказал Раби Шимон, Руэй Тунулад – тот, кто видит зарождающиеся. Ну вот как это? Нет, мы встанем, мы опять будем крутиться в наших делах и так далее. Потому что мы даже не представляем, как это можно сделать, поменять жизненные ориентиры, поменять дорогу. Каждый шаг совершать по-другому. Мы не представляем себе этого. Мне представляется, что это вещи очень глубокие. Не уверен, что мне удалось их раскрыть до конца. Но, по крайней мере, мы можем с вами хотя бы представить, о чем идет речь и какие пути исправления предлагает пророк. Опять же, пути не революционные, которые могут только поменять шило на мыло, поменять руководство, а изменение жизненных ориентиров. И изменение их не только теоретически, а на каждом шагу пытаться ориентироваться на то, что ты выбрал в качестве главного. И идти, не отступая от этого, не сходя с этой дороги. Это, скажем, то, что мы можем себе представить и при помощи Перкеа. Вот, а дальше в 27-м предложении в 6-й главе, в 6-й главе, правильно я говорю, это 6-я глава, чтобы я не запутался, да, мне кажется, что это 6-я глава. В 27-м предложении говорится, экзаменатором поставил я тебя в народе моем и крепостью, и узнай и проверь путь их. Да, вот Слышний бы велел выбрать им путь, как утром встают, о чем думают. Вот ты теперь проверь, получилось ли хоть что-нибудь из этого, хоть какой-то отклик на это обращение есть. Все они, Всевышний заранее говорит, все они упрямые отступники, хотят, ходят, клевеща, все они губители медь и железа. И вот тут здесь то, что, по крайней мере, меня интересует, надеюсь, что вам так же интересно, это пророческие образы. Пророческие образы или символы, может быть, лучше сказать, то, что образ – это то, что, скажем, как бы имеет лицо. Вот символы, которые встречаются в пророках, они очень четкие. Сейчас, не развертывая всю картину, можем представить себе... Травмешков дает ровно. Пожалуйста, 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 если можно, закройте микрофон. Вот жалко, что... Я вот не знаю... Да, вот я написал просьбу закрыть микрофон, по-моему, это оттуда прорвалось. Не знаю. Но в любом случае мы с вами продолжаем. Да, значит, есть целый ряд, как бы ряд в том смысле, что действительно построенный ряд символов пророческих. Есть огонь, вода, воздух, земля. Это символы пророческие, которые указывают на определенные свойства души и, конечно, не имеют никакого отношения к алхимии, как грубо ошибались в средние века, полагая, что вот четыре основания, о которых говорится в нашей традиции, они действительно физически существуют, они действительно являются основными. Это не физика, это символика души. Мы можем представить себе здесь, параллельно огню, воздуху и воде есть металлы, которые также являются такими же символами. Если огонь стремится вверх, разжигая все материальные образы, и он указывает на стремление души к духовному миру, то вода указывает на преобразование материального мира так, чтобы придать ему духовные формы. Может быть, поначалу материальные формы, скажем, красивые, красоту, но, в принципе, вода не уничтожает материальные формы, а является символом силы, которая старается проявить духовность через материальный мир. Огонь стремится уничтожить, вода стремится проявить духовный мир, не уничтожая. Недаром она наполняет все сосуды, принимает форму того сосуда, который есть, как бы сделан, она наполняет все сосуды, а огонь старается уничтожить эти как бы сосуды, если так можно сказать. Есть воздух, который постоянно мечется между холодным и горячим и пытается соединить воду и огонь, как бы средняя линия такая. И есть и земля, как элемент такой пассивный, который воспринимает влияние этих трех элементов. И из нее как раз вот создается сосуд и под действием воды, и под действием огня обжигающего, под действием воздуха, и из земли создается сосуд. Это мы как бы бегло пробежали. Я надеюсь, что оно более-менее понятно, и просто нет времени развернуть всю эту красоту. Я попытался описать эту систему образов в книге Ихискеля, в первой главе, которая посвящена теме массы меркова, устройства колесницы. Я пытался там все эти образы, как они переходят один в другой и в животном мире, и в растительном мире, и в неживой природе, как они перекликаются друг с другом. Я пытался это там описать. Но то, что касается нас здесь, то можно представить себе так, что есть золото. Золото, оно, конечно, похоже на огонь. И оно символизирует стремление души ввысь, стремление ко Всевышнему. Оно, кстати, может быть это стремление очень пагубным, если оно не ограничено, если оно действительно становится разрушительным и ломает все уже рамки, то такое стремление может быть неположительным и может привести к идолупоклонству. Но мы возьмем огонь как положительное явление, когда в душе горит желание приблизиться ко Всевышнему и оно, если и что-то изжигает, то не уничтожает весь мир, а преобразует его. Есть серебро, оно похоже на воду. И серебро символизирует стремление к духовности, которое как бы спрятано, отдалено, но и все же чувствуется. Это серебро. Серебро похоже на воду, как мы с вами говорили. Вода – это преобразование материального мира так, чтобы в нем проявилась духовность. Вот оно, такой далекий свет. Серебро – это кесев, на иврите кесуфим. Это желание, желание, стремление к чему-то знакомому, но далекому. Вот это вода. Теперь медь и железо. Мы можем представить себе, что они как бы параллельны золоту и серебру. Они, медь похожа на золото, железо похожа на серебро, но они ненастоящие, ненастоящие, да. Медь можно принять за золото, по крайней мере, хорошо отслифованную, издалека ее можно принять за золото. Железо можно принять за серебро, да. И они также символизируют вот эти положительные качества души, но такие как бы подернутые пеленою, слабые, в чем-то и уже обманчивые, похожие на золото, похожие на серебро. Но только похожи, да. Вот. И тогда мы понимаем с вами слова пророка, да. Они не золото, они не серебро, да. Они ходят и клевещат, да. И только внешне они похожи на тех, кто стремится ко Всевышнему. И только внешне они похожи на тех, кто хочет преобразовать этот мир для того, чтобы привнести в него духовность, преобразовать этот мир так, чтобы в нем проявлялась духовность. Медь и железо. Не золото. Или можно прочитать не золото и не серебро. Да. Не золото и не серебро. И дальше тоже очень интересно говорится, да. Дальше тоже интересно говорится. Мех кузнечный обгорел от пламени, который раздул. Свинец исчез в огне при такой температуре. При такой температуре исчезает свинец. Но напрасно плавил плавильщик. Напрасно Всевышний старался преобразовать медь и железо. Тут очень, на мой взгляд, такая красивая картина, что мы понимаем, что серебро и золото очищаются путем плавления, потому что температура плавления серебра и золота гораздо ниже, чем тех примесей, которые есть в них. И иногда примеси выгорают просто. Иногда серебро и золото, то, что называется ЦОРЭФ, специальность называется. ЦОРЭФ – плавильщик. Плавильщик серебра и золота. Иногда он сливает как бы маленькие кусочки золота и маленькие кусочки серебра. Капельки золота и капельки серебра очищены, потому что они плавятся быстрее, чем те примеси, которые в них есть. И вот здесь человек раздувал мех. Он раздувает, раздувает его. А медь и железо, у которых высокая температура плавления, они все не плавятся. Дует, дует, дует. А это оказывается не серебро и не медь. Не серебро и не золото, и не серебро. Это медь и железо. А он все дует, дует, дует. У него мех уже обгорел. Потому что пламя становится сильнее. Оно затрагивает этот мех, которым он раздувает. Напрасно плавил плавильщик. Ничего не получилось. Мех только обгорел. Инструмент его обгорел. А не расплавилось золото и серебро, которые оказались медью и железом. Ибо злые, вот здесь переведено по-русски, было не отделились. Я специально зачерпнул для вас. Потому что они не сами не отделились. Они не были отделены. Вот я выделил это слово. Нитаку. Нитаку. Не были отделены. Ибо злые не были отделены. Не удалось отделить зло. Не удалось сжечь свинец или выплавить его, этот свинец, из золота и серебра. Не удалось это сделать. Почему? Да потому что все было ненастоящим. Все не было золотом и серебром. Весь народ был как медь и железо. И зло из него выжечь, выплавить оказалось невозможным. На мой взгляд, это один из самых потрясающих таких образов пророков, в котором и логика, и красота, и боль, и переживания, все что угодно переплетается здесь в одном этом образе, который только нужно прочесть, нужно увидеть. Есть очень много всего, что хотелось бы посмотреть вместе с вами. Давайте, по крайней мере, затронем ту тему, которую я предполагал, что она будет у нас основной, перепрыгивая в 13 главу, мы здесь с вами видим неожиданное поручение, которое получает Еремьяху от Всевышнего. Так сказал мне Бог, пойди купи себе льняной пояс и возложи его на бедра свои, но в воду не клади его. Льняной пояс, широкий льняной пояс, им припоясывали бедра те люди, которые много ходили, и уж точно опоясывали им бедра гонцы и подсыльные, которые, так сказать, скороходы, которые должны были быстро передвигаться. Не знаю, помогает ли это на самом деле. Наверное, да. Считалось, по крайней мере, что такой пояс позволяет ногам не уставать и не привести, когда человеку нужно пройти много километров, десятки километров, может быть, 10-20 километров, может быть, больше, чтобы бедра его не повредились. Их перетягивали очень плотно, перетягивали льняным поясом. Иногда этот льняной пояс одевался сверху, иногда он одевался непосредственно на бедра, наматывали его под хитоном, можно сказать, вот такой льняной рубахой, наверное, наматывали его на тело. Интересно, скажем, в копках можно заметить, что Илья Унави, Илья Упророк носил кожаный такой пояс. Он был единственным, потому что кожаный пояс, широкий такой пояс, чтобы удерживать бедра, он очень неудобен. В основном пояса были такие льняные. Илья Унави, пророк, носил пояс из кожи того быка, который он принес в жертву Всевышнего на горе Кармель, чтобы всякий, кто посмотрит на него, сразу вспомнил об этом чуде, о чуде о том, как сошел огонь с небес на его жертвенник на горе Кармель. И вот это то поручение, которое дает Всевышний. Конечно, лен, он белый, его не красили. Красили иногда, но здесь имеется в виду белый. И Всевышний велел не стирать его, не класть воду. И купил я пояс, по слову Богу, и возложил его на бедра свои. И было ко мне во второй раз слово Бога сказано. Возьми пояс, который ты купил, который на бедрах твоих, и встань, и пойди к прату, и спрячь его там, в расщельни скалы. Здесь есть между комментаторами споры, ситуация не выяснена. Естественно, от Ярушалаема до прата большое расстояние. Я не посмотрел, сколько, но можно представить себе, что десятки и десятки километров. И Емьяу дважды идет к прату. Ходил ли он туда или нет, непонятно. Он мог и послать и посыльного туда. Здесь, говорится, очень интересно, спрячь его там в расщельни скалы на берегу реки Прат. Там нету скал в общем. Я не знаю, можно ли найти там скалы. У него землянистые берега из земли, из почвы. Поэтому, возможно, что Всевышний послал его к потоку Прат. К потоку Прат, который находится недалеко от Ярушалаема. И там действительно это поток, который протекает между скалами, между в глубоком ущелье. Это, в общем-то, совершенно все равно. Если представить себе реалии, то, конечно, скорее всего, Ремьяу не ходил. Если речь идет о реке Прат, то он послал туда посыльного, кого-то помоложе. И это все равно, как он сам пошел бы, если он послал его с поручением посыльного. И пошел я и спрятал его у Прата, как повелел мне Бог. И было спустя много дней, сказал мне Бог, встань, пойди к Прату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе там спрятать. И пошел я к Прату, выгопал и взял пояс из того места, где прятал его. И вот пояс сгнил, стал ни на что негоден. То есть пояс, который ему велел носить Всевышний, не стирая его в воде, он запачкался. Но его можно было носить. После того, как он его закопал в расщелине, и пояс пролежал там много времени, он уже сгнил, лен сгнил. И он стал ни на что негоден. Вот ни на что негоден. То есть его все-таки, наверное, еще можно одеть. Но уже как бы это вещь негодная, такой, его можно надеть, намотать на себя. Но ты с таким поясом на люди, конечно, не выйдешь. И было сказано мне слово Бога. Так сказал Бог. Вот так же, как сломлю я надменность Иуды и непомерную надменность Ирушалаема этот негодный народ, что отказывается слушать слова мои, что следует своей воле сердца своего, идет за чужими богами, чтобы служить им и поклоняться им. Достанет он таким же, как этот пояс, который ни на что негоден. Так, здесь я приготовил для вас что-то, но я не думаю, что мы сейчас это будем разбирать с вами. А давайте мы представим себе просто, представим себе этот пророческий образ. Вот есть пояс, и пророк его одевает так, как будто он шхина, так как будто он божественное присутствие в этом мире, и он одевает этот пояс и носит этот пояс еще новый, и им можно гордиться. Но потом он испачкался, потом его прячут. И мы понимаем, о чем идет речь, что Всевышний хочет сказать, что народ Израиля для него как пояс. Что значит как пояс? Если так можно сказать, народ Израиля позволяет Всевышнему ходить по миру. Ходить по миру, ходить на большие расстояния, ходить к другим народам и проявлять среди них божественное присутствие. В общем-то, для этого и сделан пояс, как мы с вами сказали, чтобы обеспечить безопасное передвижение, не повреждая ноги, передвижение на большие расстояния. И вот это еврейский народ. Он как пояс, он прилеплен ко Всевышнему. Мы видели, что сыновья Израиля сравнивают с разными образами. Вот здесь пояс. Крепко-накрепко привязан ко Всевышнему. Как бы с одной стороны определяет границу между верхней частью тела, между нижней частью тела, между духовным миром и материальным миром, с другой стороны он их соединяет, эти миры, да, и разделяет, и соединяет. Это сыновья, это сыновья Израиля, которые служат праведниками божественного присутствия мир в другие, в другие народы, да. Но постепенно у них набираются грехи, да. И уже в таком поясе, в грязном, стыдно выйти на люди, да. Когда его прячут в расселе, в расселе, не на реке Прат, да. В любом случае, даже если это поток Прат, недалеко от Рашалайма, он символизирует изгнание, да. Изгнание в Вавилон, на берегах реки Прат, да. Там народ становится негодным, там пояс становится негодным ни на что, народ становится негодным ни на что, и это тяжелейший, тяжелейший символ, я уж не знаю, как сказать, образ или символ, все-таки, наверное, правильно, символ, это тяжелейший символ, да, вот, который будет понятен только мудрецам. Его трудно сказать народу, его трудно, о нем трудно оповестить, его трудно, мы сейчас закончим уже, трудно изложить. Изгнание не приведет к восстановлению народа. Изгнание сделает сыновей Израиля, как бы для Всевышнего, непригодными ни к чему, непригодными к тому, чтобы, так сказать, ходить по миру и оповещать о своем имени, оповещать о своем единстве, распространять свои законы, да. Здесь мы сейчас с вами остановимся, в следующий раз попытаемся развернуть этот образ, и мы с вами увидим, что Всевышний плачет об этом, то, что предназначение Израиля утрачено, что они не могут быть таким поясом больше, Всевышний об этом плачет. Я здесь остановлюсь, я не знаю, осталось у нас время на вопросы, но давайте попробуем, если что-то есть в таком быстром темпе марафона, если кто-то что-то сообразит, я пытаюсь ответить. Окей, хорошо, я вижу, что вопросов нет, форум у нас был сегодня небольшой, я только надеюсь, что, только надеюсь, что многие смогут посмотреть, мне кажется, что темы у нас очень с вами трудные, но иногда как-то, может быть, и расплывающиеся, но в принципе очень-очень важно, и то, что поплыло у меня, возьмите, вы соберите и приведите в полный порядок, по тем ориентирам, которые я пытаюсь задать, возьмите, постройте более четкую картину. Спасибо большое всем, я вижу, что вопросов нету, тогда мы закроем форум, хорошо, я попрошу наставить. Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное, суроту вот, амус и аль-хай, теперь это не шаблонное высказывание, а это очень уместно, с Божьей помощью мы победим, восстановим, и будет только лучше, но Хамас и все прочие враги должны быть уничтожены, наконец-то. Я только за. Я только за. Однозначно. Спасибо, Роди. Всего доброго, спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.